здравствуйте ребята сегодня мы с вами рисуем ласточек в небе май ласточки уже летают вовсю в небе ловит мушкару и вот у нас как раз такой вот будет с вами рисунок ласточки в небе как будем рисовать приготовим большой лист а3 чтобы было удобно но если у тебя нету а3 можно и на а4 рисовать на альбомности так мы начинаем у нас будет несколько ласточек летающих в ней поэтому мы надо распределить так чтобы вот они у нас вошли на листе ласточка голова круглая овальное туловище овальное туловище хвост двойной до двойной ласточки хвост поэтому берем рисуем две длинные линии и они в посерединке здесь вот есть промежуток не просто остренько так а вот таким образом подрисовываем хвостик крылья посмотрите как рисуются крылья рисуются уголочком так так по длине и сюда опять уголочком и сюда и думать их нужно плавные переходы сделать например смотри если это ласточка у нас летит боком то крылышко вот это мы сюда дальше проводим и эту линию стираем я поправляю немножко крылышком чтобы она была правне голову соединяем туловище вот такой вот волнистой линии и тоже убираем ненужные линии живу тебя хвостик тоже соединяя плавно и убираем не нужны линии выравниваем так как нам будет как мы увидим чтобы птичка была изящная то есть не просто пузатенькая такая какая-то птичка а изящно ласточки очень изящные птички поэтому мы поправляем там где нам нужно делаем более линии изящные животик тоже хвостик чтобы здесь был немножко потоньше не надо если что его расставила стороны дальше смотри клювик до птички клювику птички можно сделать открытый можно сделать закрытый внизу голова чтобы она не была слишком такая закругленная и немножко плавно вот так делаю славненько и смотри животик у ласточки беленький поэтому от головы от шеи я крылышку вот этому от черчево где будет виден беленький животик у ласточки итак первая ласточка готова ласточки летают в разных и вниз и в бок и туда не метаются по небу поэтому мы рисуем ласточек в разных направлениях будем рисовать ласточки в разных направлений это нарисуем вот так теперь внизу голова опять рисуем туловище овальное для начала подрисовываем хвостик длины сглаживаем там эти углы чтобы было и убираем линии поправляем как нам нужно переход от головы к туловищу тоже убираем лишние спинка да у нас здесь более гладкая такая будет убираем вот эту выпуклость клювик будет закрыт клювик я нарисую закрытых и крылышки чуть-чуть отступаем от шеи и рисуем уголочком крыло причем смотри вот эта часть короче это длиннее здесь у нас остренько идет и широкая здесь широкая крыло сюда она становится острее из этой стороны от серединке туловище от серединке туловище мы делаем уголочек и тоже здесь широкая а здесь рыбушка сужается стираем линию которая попала здесь у нас от живота если что-то нужно поправить поправляем крылышко данный момент надо немножко опустить чтобы они были симметричны симметричны и очки где животик здесь и здесь всегда смотрим поправляем можно чуть-чуть голову сгладить внизу да вот здесь она не была слишком округлая вторая ласточка готова еще одна ласточка будет лететь вниз вот сюда но и она будет спинкой полностью не будет видно белого животика поэтому мы рисуем внизу здесь вот голову круглую туловище овальная голова туловище овальная хвостик сильно не оставляем стороны здесь делаем такой промежуточек и соединяем сглаживаем углы сглаживаем углы и убираем ненужные линии то же самое делаем с шеей голову соединяем с туловищем убираем ненужные линии это спинкой это ласточка к нам повернута спиной поэтому мы делаем ей крылья немножко шеи поуже хочу сделать вот так крылья в стороны уголочка сюда повторяем то же самое сюда и назад возвращаемся здесь на широкий крылья здесь они узкие крышки вот таким крышки убираем линии соединяющий крыло и клювик и клювик так еще нарисуем ласточку нарисую ласточку вверх летящую голова туловище хвост может быть где-то будет не ходить уже да ничего страшного так убираем линии ненужные соединяя голову с туловищем крылышки сюда пошли и от серединке туловища в эту сторону уголочек убираем выравниваем животик не вот так чтобы он не был так усилий узлатенький и отмечает где у нас оканчивается животик беленькие ласточки вот с этой стороны видно и с этой стороны рисуем клюв ласточка готова вот сколько у тебя входит ласточек и рисуешь мне чего-то еще здесь давать вас у тебя уже места нету можешь а ласточек больше не рисовать у меня еще есть место для ласточек вот здесь я рисую только часть ласточки будет видно голова туловище здесь хвоста не видно будет у нас . соединяю голову туловищем рисую первое крыло вашего второе крыло убираю лишние линии маленько хочу поправить то есть так здесь нашел крыло сюда пошел у нас более изогнутая хочу сделать крылышком у меня тут видно только часть ласточки клюве подрисовываю вот так готово вот такие ласточки у меня нарисован теперь будем закрашивать теперь будем закрашивать возьмем толстую кисточку небо у нас будет голубое голубое поэтому мы берем с тобой кисточку и прям по фону ставим пятнышки синие или голубые какой у тебя есть цвет и белой краской начинаем растирать у себя на листочке вокруг ласточек эти синие мазочки будет у нас сразу на листе получатся голубой цвет заканчивается делая на кисточке значит еще макать белую и продолжай раскрашивать фон не забывай макать водичку делаем аккуратно не обязательно чтобы фон был равномерный то есть он может вполне быть такими вот мазочками где-то светлее где-то темнее если нужно где-то аккуратненько обвести бери тоненькую кисточку если трудно обвести тебе толстой кисточкой можешь это сделать тоненькой мазочки получится мазочкам мазочкам Сейчас нам нужно закрасить белой краской вот эти вот грудки у ласточек. Ты скажешь, ну они же и так белые, зачем их закрашивать? Да, холстый у художника тоже белый, но все равно краска должна заполнить лист, тогда будет картинка органично смотреться, что все детали на картине закрашены. Так вот у меня у троих птичек, животики есть, это у нас черная будет птичка и, я думаю, может быть одной птички делать, что она к нам животиком повернута. Тогда это просто вот здесь, пусть это птичка будет, мы просто здесь вот белым закрашиваем животик. Ласточки полностью. Хорошо, и теперь осталось нам все закрасить черный, и клюв, и крылья, и хвосты, и ласточки черные. Делать будем это тонкой кистью и очень аккуратно. То есть, если мы вот закрашиваем, да, нам надо вот, чтобы на кисточке осталось мало черный, тогда только вот аккуратненько клюв закрасить. Чтобы кисточка достаточно хорошо скользила по бумаге, не забывай мочить кисточку перед тем, как набираешь краску. У ласточки очень остренькие, концы и на крыльях, и на хвосте, поэтому старайся кончики довести прям тоненько. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...